Здравствуйте! Власти Украины в настоящее время не видят смысла в переговорах с Россией, признал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Мы чётко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах, вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует, а вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине, уточнил Ермак. Естественно, эта смена позиций является прямым следствием прорыва ВСУ в Курскую область. Я не комментирую текущие боевые действия, для этого у государства есть доверенные специалисты, мне дверять нельзя. Но я напомню события весны 1995 года, когда за тысячи километров от России отрезанные в горах Памира российские пограничники два месяца отражали атаки движения исламского возрождения с территории Афганистана численностью около 9 тысяч человек на границе, протяженностью около тысячи километров. И не сдали ни одной заставы, даже ни одного поста. И в плен как-то никто не сдавался, хотя тогда в наших погранвойсках рядовыми служили местные таджики по призыву. Офицеры-прапорщики были русские, контрактники русские, а рядовой состав – те самые призывники из таджикских кишлаков. И нормально воевали при этом. Про помощь канала не напоминаю, но благодарен. Напоминаю о репостах, напоминаю о странице в живом журнале. Кратко. Вооруженные силы РФ уничтожили над Белгородской областью 29 беспилотных летательных аппаратов. Количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины среди жителей Липецкой области увеличилось до 9 человек. В Белом доме сказали о скором возобновлении переговоров о прекращении огня в секторе газового. После 80 лет жизнь станет лучше на 1200 рублей. Президент Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов первой группы. Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды первой группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителям или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией. В возрасте старше 80 лет сейчас почти 7 миллионов россиян. То есть где-то 8 миллиардов рублей ежемесячно. В масштабах государства весьма лаконичная щедрость. В масштабах личности тоже навряд ли сейчас старички побегут за билетами на Мальдивы. Что такого можно купить на 1200 рублей? За свет заплатить или картохи запасти на месяц? Чрезвычайная ситуация в Липецке. Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке-Липецком муниципальном округе до отмены красного уровня опасности. Компания надлежит привлекать сотрудников к работе без экстренной необходимости. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ночью в пятницу. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. Также при падении БПЛА погражден объект энергетической инфраструктуры и есть наружение энергоснабжения. На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧАЭС. Населенные пункты Копцево-Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуируют для обеспечения безопасности. Современные писари. IT-специалисты стали самой многочисленной категорией офисных работников в ритейле. На них приходится почти 22% от общего числа сотрудников офисов торговых сетей. Вдвое больше, чем специалистов по закупкам, финансам, управлению персоналом. Это говорится в исследовании ассоциации компаний розочной торговли. Аккорд. Собственно, ситуация просто отражает положение на рынке труда, где высокая степень компьютерной грамотности больше всего требуется в наиболее технологически продвинутых компаниях. Сейчас весь современный ритейл строится на платформах. Вошел в оборот термин – платформенная экономика. Но специалисты со счетами или даже с калькуляторами в ней востребованы все меньше. Это совершенно по аналогии с поздним средневековьем, когда назревающая промышленная революция требовала всеобщей грамотности. А грамотность была далеко не всеобщей. В результате практически во всех отраслях появилась массовая профессия писаря, то есть человека, умеющего читать и писать. Теперь писарь был часто весьма высокопоставленным человеком. Так, в Гетманской Украине второй после Гетмана была должность войскового писаря. Войсковой писарь Пилип Орлик был автором первой конституции Украины, написанной, кстати, по-латыни. Но с распространения всеобщей грамотности писари сами собой исчезли за ненадобностью. В докомпьютерной эпоху очень востребованной была профессия машинистки. В министерствах, ведомствах, редакциях, воинских штабах были целые машинописные бюро. А с появлением компьютера на каждом столе машинистки и машинбюро сошли на нет за ненадобностью. В любой редакции текст, написанный шариковой или перьевой ручкой, просто не примут. Так и с IT-специалистами. Когда навыки программирования и компьютерного дизайна будут преподавать в школе, то есть всем, выделять IT-специалистов в отдельную категорию трудящихся не будет смысла. Продолжение следует...